В Ульяновском зоопарке нововведение. Теперь познакомиться с животными поближе и узнать об их гастрономических предпочтениях можно во время показательного кормления. Работники зоопарка с удовольствием расскажут об образе жизни местных обитателей. Например, домашних яков. В Ульяновск они приехали всего месяц назад, но уже успели освоиться. Казирина Лазарева расскажет подробнее. Таким хрюканьем мышка и мишка встречают гостей. Так еще юные яки общаются и между собой. В природе картина эта редкая. Самцы и самки обычно не живут вместе. Но здесь быстро нашли общий язык. Чего не скажешь про общение с людьми. В Ульяновский зоопарк они приехали из Великого Устюга. Сначала совсем не подпускали посторонних. Животные эти хоть и приручены, но по натуре интроверты. На воле живут в горах. Впрочем, за месяц общения работникам зоопарка удалось найти к ним подход. Помогли вкусняшки. Ну, характер у этих животных, конечно же, непростой. Первые дни сначала давались нам трудно. Мы не могли даже зайти к ним в вольер. Но сейчас уже прошел, как они, месяц здесь. Мы спокойно заходим в вольер. Спокойно с ними общаемся. У нас начались тренировки. Мы теперь учимся расчесываться, бегать, прыгать с ними, чтобы они нас слушали. На термометре минус 20. Любимая погода для яков. Животных, привыкших к высокогорью, морозом не испугаешь. По сравнению с другими сородичами, у них более мощное сердце, развитые легкие и очень густой подшерсток. Поесть любят, но в рационе непривередливые. На воле там это более паспичные животные. И они, конечно, питаются той растительностью, которая есть в тех участках высокогории. А в условиях зоопарка они, конечно, едят еду уже адаптированную, то есть для сельхозживотных. Этим малышам всего полгода. Своенравный характер постепенно проявляется. Но сейчас якам даже нечем бодаться. Рога, которые в длину могут достигать и метра, появятся лишь через пару лет. Когда настроения хорошие, активно идут на контакт. Впрочем, без работников зоопарка за ограждение заходить опасно. Но рассмотреть яков поближе можно во время кормежки. В новую видена такая практика с этого года. Это показательное кормление. Расписание можно увидеть на сайтах, либо в группах, которые есть в социальных сетях. Где-то в час-два у нас происходит показательное кормление. Для того, чтобы люди могли, во-первых, посмотреть на животных поближе. Ну и посмотреть, как их кормят, каким рационом. То есть, можно рассказать, показать и так далее. Мне тут очень нравится. Здесь появился новый домашний яг. Я люблю кормить, очень сильно люблю корову Машу. И зайцев, кроликов. Всего в Ульяновском зоопарке больше 130 видов животных и птиц. Своенравные яки, дружелюбный ослик, резвый соболь, лёлик и другие звери ждут вас в гости. Екатерина Лазарева, Михаил Державин. Вести. Ульяновск.